Всем привет! Самые свежие и лучшие новости Дома-2 на 6 дней раньше эфиров. Подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии и лайки. Вчера на мужском голосовании выгнали Вову Гаути. Катя Гужинская ушла за ним. Видимо, на проекте не место парам, которые действительно испытывают друг другу настоящие эмоции. Катя Гужинская сообщила, нашу пару обвинили в неискренности. А что в итоге? А в итоге я приехала с Вовой к нему домой в Тулум. Гаути также прокомментировал эту ситуацию. У нас все будет хорошо, благо за периметром все есть. И квартира, и машина. Есть род деятельности, которым мы будем заниматься вместе с Катей. К Винсеславу вчера пришла девушка, с которой он познакомился месяц назад. Ей 18 лет, высокая брюнетка. Зовут Кристина. Ребята объявили себя парой и будут заселяться. Но повезло не только Винсеславу. Тимур Графудинов все-таки добился своего. Вчера на лобном месте они с Яной Шофеевой сообщили участникам новость о том, что официально стали парой. Оказывается, вот кого Яна имела в виду, когда сообщила, что ей нравится мальчик на поляне. Еще один женский приход на поляне уже сегодня. Одну из новеньких зовут Сабрина. Более подробной информации о девушках на данный момент пока нет. Катя Король приятно удивила Дениса Козловича неожиданным подарком. Девушка ему преподнесла толстовку, которую пошила сама. Денису очень понравилось, но Король интригует. Козловичу не стоит расслабляться. Впереди его ждет много интересного. Александра Харитонова знает, что импонирует Андреевичу его. Он ей приятен и как партнер, и как компаньон. О любовных отношениях с ним девушка пока не думает. Хотя не исключает такой вариант. У Ольги Рапунцеля Димы Дмитренко очень сложный период. Оля не может достучаться до Димы, что совсем скоро пять месяцев, как они встречаются. У Татьяны Владимировны Африкантовой, которая сейчас отдыхает с мужем Греции, крик души. Женщина очень скучает и очень хочет на Дом-2. Татьяна сообщила своим подписчикам, греться это хорошо, но дома в Москве лучше. Нет, я так не согласна. Напишите начальству и отправьте меня на Дом-2. Там мое место, а не этот дом престарелых. Мне такое не надо. Мне надо где шумно и весело. Побыстрее бы назад, в шумную Москву. Бывшая участница телепроекта Кристина Дерябина показала фото носа после ринопластики. Слева фото до, а справа после. Влада Кадони теперь каждый будний день будут показывать по НТВ в программе «Новое утро». Недавно у Алекса Гулиева произошла встреча с генеральным продюсером Дома-2. Мужчина попросил Алекса привезти все реквизиты на имя его брата и как можно больше документов, подтверждающих его инвалидность. После чего продюсер Дома-2 поможет собрать нужную сумму на лечение. Сегодня Алекс летит домой за нужными документами, тем самым доказав, что все его поступки были ради брата. Кстати, как оказалось, Алексей Николаевич совершенно не знал о ситуации Алекса. И главная новость дня. Илья Ябаров сегодня покидает проект. Михайловский озвучил две причины, по которым выгнали парня. Первая причина – Илья не смог построить ни с кем отношения. Вторая причина – Ябаров нарушил права интеллектуальной собственности ТНТ на плакате, несмотря на то, что был не раз предупрежден. Продюсер Дома-2 сообщил, нам не нужны те, кто не строит любовь. Сегодня Илья первый, но не последний. Есть еще кандидаты. На сегодня это все новости Дома-2. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»!